Чтобы определить состав воды в этих природных ручьях, не нужно привлекать лабораторию. Всё понятно по запаху. Сюда стекают фекалии, которые скапливаются и переливаются из выгребных ям частных домовладений, что на улице Целинной. На сегодняшний день специалисты насчитали 16 нарушителей природоохранного законодательства. Каждого из хозяев не раз штрафовали. А воссыны не там. Глава города лично приехал на место, чтобы определить причину, по которой коммунальные контролирующие организации, такие как Водоканал и Росприроднадзор, не решают данную проблему. На встрече с жителями выясняется, подключаться к централизованной канализации горожане и не собирались. Говорят, дорого. На получение водоснабжения не экономили, а вот на подключение к канализации денег жалко. О необходимости решить зловонную проблему Анатолий Пахомов говорил жителям Целина еще два года назад. Самостоятельно они не справились, впрочем, как руководители коммунальных предприятий, например, Водоканала. Главная претензия городских властей к этому предприятию – слабый контроль за исполнением собственноручно выдаваемых тех условий на водоотведение. Что касается жителей, то одними штрафами за нарушение природоохранного законодательства дело не обойдется, подчеркивает глава города. Далее идет ответственность, вплоть до уголовной. Чтобы прийти к консенсусу, Анатолий Пахомов предлагает сочинцам подключиться к канализации соседней новостройки. Застройщик свое согласие уже дал. Вот видите, колодец подключайтесь к нему. Я очень надеюсь, что и водоканал повернется лицом, потому что водоканал должен прежде всего сделать трассу, трассировку трассы очень быстро, оперативно. И, конечно, нужно найти такую трассировку, чтобы она была не такая уж дорогая. Люди должны понять другое, что они нарушители. И пока они должны запастись водой 10-15 дней, пока не будет построена канализация, с пониманием относиться к этому. Анатолий Пахомов взял ситуацию под личный контроль. Дойдет ли дело до суда, сейчас снова зависит от оперативности и благоразумия сочинцев.